Два монолога, или, можно сказать, два выступления, две арии, двух очень разных персонажей. Уточнять не имеет смысла, все будет понятно из дальнейшего. Скажу только, что обстановка в первом случае вполне официальная. Во втором, совершенно неофициальная. Это примечание может как-то помочь. Итак, во-первых, насчет имущества единогласно, дебаты по боку неотторжимо. Чужая собственность, запрет законный, нельзя и ладно бы. Но вы прикиньте, ведь мы не до чиста процентов тридцать, от силы семьдесят. Для общей пользы, на фоне частных перспектив. А значит, можно, для пользы можно, пиши, проехали. По пунктам дальше, телесно тяжкие, нельзя и точка категорически. Чужая личность, неприкасаема, единогласно, безоговорочно. Однако вникни, ведь мы не до смерти. Летальность в рамках, погрешность минимум. Хотя по факту, порой и максимум не грех. А значит, можно, раз нужно, можно, утешься, праведник. Ты вместо сказки, прорывший промысел, сверялся чаще с банальным зеркалом. Когда тот высший, тебя конкретного, лишил протекции, обнёс талантами, убрать надбавку. И что останется, ключи и серёбра, инстинкты и импульсы не тоньше наших. Чего насупился, куда метнулся? А нет, стой, скажи ответ свой, ведь мы такие же, как вы, такие же, как вы. Единогласно, равны, тождественны, на вид, на ощупь, вполне на уровне. А вся погрешность, пустяк молекула, в потёмках тесных, под крышкой черепа. Так вот, до тех пор, покуда химики туда под крышку не влезут с ордером, И там, в потёмках, не ликвидируют изъян. До тех пор можно, нельзя, но можно, спасибо не за что. Субтитры создавал DimaTorzok